Наркоконтроль Наркотики за гостеприимство с хозяйкой расплачивались дозой Сотрудники полиции установили, эта женщина работает в трамвайном депо водителем Вечером вагоновожатая принимала наркотики, а на утро заступала на смену В квартире нашлись шприцы со следами вещества, экспертиза уже показала, это соль При обследовании помещения обнаружены два шприца одноразового употребления со следами вещества Как показала экспертиза, изъятые предметы содержат следы наркотического средства L-метилэфедрона или его производный По данному факту, дознавателям отдела полиции номер 4 МВД России по городу Омску Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации Как женщина-водитель проходила медкомиссию, собирала справки и получала допуск к вождению, непонятно Не нужно быть наркологом, достаточно увидеть вены на руках и все понять Скажите еще вопрос, как вы проходите в медкомиссию перед работой? А я же не под наркотиками прихожу Ну как вы под наркотиками? Сейчас вы потребили, вы сейчас пошли, правильно? Или это в межную? У нас на трубочку А у вас трубочку дышите только? В отношении сотрудницы муниципального предприятия возбуждено уголовное дело За организацию либо содержание притонов Уголовный кодекс предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы Восьмой отдел полиции сюда по месту жительства обратилась 78-летняя пенсионерка Сотрудникам женщина рассказала историю обмана, о которой слышала, но вот уж и не думала, что сама когда-нибудь попадется на такую уловку мошенников Стояла машина около Европы Из нее вылез товарищ, ему лет 30 Полноватый такой, нерусской национальности Подошел, значит, подошел ко мне Подошел и стал плакать, слезно просить, чтобы я помогла ему получить деньги в сберкассе Как не помочь бедному человеку? Парень разжалобил бабушку, мол, приехал из ближнего зарубежья Деньги ему, как иностранцу, снять не дают А они очень нужны на срочную операцию родственнику Женщина согласилась Незнакомец в качестве залога предложил оставить его денежные средства в размере около 1 миллиона рублей Вместе они прибыли в банк, где женщина сняла все имеющиеся накопления 180 тысяч рублей Вся махинация состояла в том, чтобы втереться в доверие Для этого пенсионерки всучили якобы миллион в пакете Женщина сняла все свои накопления и отдала их проходимцу Я говорю, ребята, я живу вот тут недалеко за этим домом Я говорю, я пойду возьму паспорт и книжку Он говорит, я с вами пойду, я положу залог миллион рублей Я говорю, зачем мне это нужно, миллион какой-то рублей Он говорит, нет, 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 потому что я боюсь с ними ходить, с деньгами с этими А вдруг нас это самое поймают, отберут и так далее Как только пенсионерка сняла деньги, молодому человеку поступил звонок якобы из больницы Мол, родственнику стало хуже, нужно срочно приехать В панике и суете он заменил бабушке, ее настоящие деньги на билеты банка приколов Он мне возвращает пакет с деньгами Я вижу, что там деньги лежат, пятитысячные, все, я ни о чем даже не думала Значит, и доезжаем до моего дома Он останавливается, водитель Я выхожу, он тронулся и уехал Значит, я вытащила пакет с этими деньгами и думаю, да, я посмотрю А когда стала, открыла и достала деньги То первая попавшая копюра, значит, я осмотрела ее На ней написано, не подлежит приему Все, я поняла, что меня обманули Поняла и обратилась в отдел полиции Следователь возбудил уголовное дело по статье мошенничества Сообщение об угоне этой иномарки поступило в полицию в 6 утра 22-летний владелец оставил машину на территории организации, где работал Что интересно, предприятие обеспечено охраной Да и сам МИЧ здесь подрабатывал сторожем Стоило отлучиться на пару минут, и машины нет Кто мог зайти на охраняемую территорию, оперативникам стало известно буквально сразу Злоумышленник не проехал и 300 метров Не справился с управлением и влетел в пристройку Сам сбежал Однако из кармана на сиденье выпал студенческий билет По которому сотрудники уголовного розыска и установили личность угонщика Им оказался 19-летний студент одного Омского колледжа Полицейским он пояснил, что возвращался ранним утром из бани Был пьяный Увидел заведенный автомобиль без водителя и решил немного прокатиться Возбуждено уголовное дело На дорогах Омской области сплошные проверки водителей Дорожные инспекторы провели операцию трезвость Полицейские останавливали каждую машину и проверяли водителей на свежесть дыхания В ходе рейда выявили около 300 нарушений правил дорожного движения За время проведения рейда выявлено 227 различных нарушений правил дорожного движения В том числе 19 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения Еще 7 водителей отказались пройти медосвидетельствование 10 человек сели за руль не имея прав Сотрудники госавтоинспекции проводят такие проверки несколько раз в месяц За управление авто в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей А также лишение водительских прав на срок до двух лет Автомобилистам, которые повторно нарушают, грозит уголовная ответственность А за минувшие сутки, по данным ведомства, на дорогах города и области произошло 4 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы 14 водителей попались пьяными за рулем На улице 70 лет Октября в районе дома номер 18 дробь 1 Неизвестный сбил 6-летнего пешехода и скрылся с места происшествия Мальчику помогли прохожие, понадобилась помощь медиков Сейчас полицейские проводят проверку и просят откликнуться очевидцев Ни марку, ни номер автомобиля мальчик, конечно, не запомнил Известно только, что машина была предположительно темно-серого цвета ЖЕСТЬ! Официальная группа ВКонтакте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова